Как мы будем рассматривать хордовых? Сначала внешнее строение, потом особенности скелета. Здесь у нас уже появляется скелет. До этого такого понятия не было. То есть сначала внешние особенности, потом строение скелета, потом системы органов, и затем уже классификация, какие есть представители и какое имеют хозяйственное значение. Поэтому сейчас мы начинаем с рыб, с общей характеристики. Рыба это вообще надкласс, имеется два класса. Это костные и хрящевые. Но опять-таки деление на отделы тела, строение внутренних органов у них будет похоже. Поэтому сначала все общие признаки, а потом конкретно отдельные для каждого класса. И вот следующий слайд. Это внешнее строение рыб. Имеется три отдела тела. Это голова, туловище, хвост. Здесь прямо разделено пунктирной линией. Что имеется на голове? На голове имеются глаза, имеется рот, ноздри. Имеются сжаберные крышки. Но не у всех. Туловище. Туловище несет плавники. Грудные и брюшные плавники, они парные. Это будущие конечности. То есть грудные плавники это верхние конечности, брюшные плавники это нижние конечности. Конечно же они будут парные. Что касается анального плавника, хвостового плавника и спинного плавника, они не парные. То есть они не имеют пар, они по одной штучке. И хвост несет только хвостовой плавник. Есть еще интересная такая особенность. Здесь прорисована боковая линия. Этот орган, орган такой осязания. Это орган, благодаря которому рыба узнает направление течения жидкости. Ток жидкости откуда идет. И силу давления воды она ощущает боковой линии. Внешне даже в принципе ее можно увидеть, если присмотреться к рыбе. Чем еще характеризуются внешние особенности рыб? Во-первых, это обитатели водной среды. Соответственно, тело будет обтекаемое. Водная среда, она обладает повышенной плотностью. Правильно? Поэтому нужно преодолевать вот это вот трение. Поэтому обтекаемая форма тела. Плюс всегда у рыбы есть чешуя. Чешуя расположена черепицеобразно. То есть это еще создает наиболее обтекаемую поверхность тела. И если вы пытались удержать рыбу в руках, вы вряд ли смогли это сделать, потому что она дико скользкая. У нее поверх чешуи образуется густой слой слизи. Вот эта слизь, она уменьшает трение, защищает кожу от развития каких-то бактерий, плесневых грибков. То есть она еще таким легким антибактериальным эффектом обладает. Это основные признаки рыб, которые указывают на то, что они приспособились к жизни в водной среде. Ну и дышат они при помощи жабр. То есть понятное дело, что они при помощи жабр улавливают из воды растворенный кислород. Мы так делать, к сожалению, не умеем, поэтому нам нужен акваланг. А вот рыбы, как и ракообразные, они имеют жабры. Теперь давайте, ну вот следующий слайд был как раз-таки особенности внешнего строения. Вам будет табличка в помощь. Сейчас глазками пробежимся. Это все то, что я озвучила, просто собрано в одну таблицу. Вам для повторения, если будете пользоваться презентацией, будет очень легко тогда. Теперь мы переходим к внутреннему строению, а именно к опорно-двигательной системе. В системе, прошу прощения, вот скелет рыбы. Что мы видим? То есть косточки у рыбы, я думаю, тоже все видели. Их очень неприятно доставать, когда кушаешь рыбу. Мы знаем, что их много, да, есть рыбы такие совсем костистые, есть те, у которых кости достаточно крупные, и их не так много. Но, тем не менее, это для рыбы, это опора, это место прикрепления ее мышц. Скелет состоит из трех отделов. Это скелет головы, скелет туловища, скелет конечностей и их поясов. Смотрите, здесь первое, что мы видим, скелет головы чем представлен? Он представлен черепом, и череп разделяется уже на мозговой и лицевой отдел. То есть мозговой отдел служит для того, чтобы запрятать, для того, чтобы защищать головной мозг. Соответственно, если уже есть череп, значит мы можем продолжить логическую цепочку, значит есть мозг, то, чего еще не было у ланцетника. То есть мозг это центральный отдел нервной системы. Напомню, что центральная нервная система подразумевает головной мозг и подразумевает спиной мозг. А периферическое представлено нервами. Лицевой череп, что содержит? Верхнюю и нижнюю челюсть подвижные, жаберные дуги, жаберные крышки. Плюс содержит еще зубы. Есть еще такое вот интересное высказывание. С точки зрения русского языка часто проверяют детей на правильность, на орфографию, даже не знаю, как выразиться. Как правильно сказать? У рыбов нет зубов, у рыбей нет зубей, или у рыб нет зуб. Так вот, правильный ответ. У рыб есть зубы. Потому что рыбы приспособлены к захвату пищи, к активному усвоению и отрыванию пищи. Потому что есть хищники, есть травоядные, но тем не менее они не пассивно фильтруют воду. А они достаточно активно захватывают и заглатывают большие куски пищи, которые нужно как-то перерабатывать. Поэтому зубы есть. Что касается скелета туловища, это позвоночник, включая два отдела, туловичный и хвостовой. Есть еще отдельный скелет у спинного плавника, у грудного плавника. Скелет брюшных, видите, конечностей. Плюс есть еще ребра. Ребра и позвоночник. В позвоночнике у нас что будет скрываться? У нас будет скрываться спинной мозг. Спинно-мозговом канале он будет проходить. Позвоночник это тоже ароморфоз. То есть это то приобретение, которое помогает защищать центральную нервную систему в виде спинного мозга. Потому что именно она иннервирует и приводит в движение все мышцы и верхних и нижних конечностей. У рыб это просто плавники, грудные, брюшные и те мышцы, которые залегают вдоль тела. Мускулатура здесь поперечно-полосатая. То есть это та мускулатура, которая поддается влиянию нервной системы. То есть волевыми усилиями рыба посылает импульсы и сокращает эту мускулатуру. Про виды мышечной ткани мы поговорим чуть позже, когда уже будем упоминать анатомию.